спасибо большое что вы пришли на этот юбилейный 10 форум честно я смотрю вас больше чем я думал просто мы намеренно пошли на этот эксперимент дело в том что на главной сцене сейчас гарри карагатский в блокчейне довгополы то есть мы поставили вот наверное одно из вступительных важных выступлений специально первым слотом против всех потому что для меня очень важно понимать сколько людей интересуется образованием как вы знаете на прошлом форуме мы отвечали только за инновации в этом году мы взяли также поток образования и за ближайшие 20 минут я попытаюсь вам объяснить почему почему наверное образование важнее всего поэтому доброе утро присаживайтесь кто не взял кофе берите вопрос сразу залу кто не знает кто мы такие кто-то кто такие представители университета сингулярности окей большинство не знают окей смотрите есть в кремниевой долине такая организация которая изучает технологии их влияние на бизнес на общество и на мир в целом то есть мы те люди которые одновременно консультируем бизнес и рассматриваем насколько реалистично черное зеркало и возможен ли терминатор тема образования как ни странно является чуть ли не основной сейчас в развитии мира объясню почему знаменитая цитата манделлы образование это наверное самое сильное орудие при помощи которого можно менять мир к сожалению если вы вот посмотрите новости не рекомендую это делать но если вы все-таки посмотрите ляшко сирии трампы войны кризисы убийства весь весь вот этот бред по большому счету является результатом системы образования дело в том что моя гипотеза и все мои три выступления сегодня построил вокруг творчества вот этого человека давайте так подарю два сертификата в кмбша и подарю регланчик айфорум что это за человек кто знает дарвин слава богу мы на потоке образования потому что сколько я не выступал все орут лев толстой окей хорошо вот вопрос на призы как звучит теория эволюции выживает кто кто приспособлены правильно окей мариш два сертификата вот в ту сторону ребята вон руки их там трое тянут выбирай кто более кому кто больше понравится этому давай правильно самый адаптивный выживает не сильнейший вот в том то и самое дело если мы посмотрим на его теорию то оказывается что впервые мы столкнулись той ситуации когда перемены в мире действительно пошли с такой скорости что нам нужно к ним адаптироваться если мы хотим остаться там где мы находимся давайте просто вот пробежимся по вот я рэндом на выбрал несколько новостей в китае и не только в китае на сегодняшний день начинает активно развиваться уже коммерческое клонирование животных кто не знает в прошлом году впервые в истории человечества были клонированы приматы были клонированы две обезьяны догадываетесь да что что пойдет следующее за этим то есть мы живем в том мире в котором даже теория дарвина уже на биологическом уровне начинает ставится под вопрос дарвин явно не предвидел такие варианты не знаю видели вы эту новость или нет в девяносто втором году был зачат ребенок который родился в 2017 загуглите вот просто эту новость и поймите что мир в котором создавались основополагающие теории был совсем другим буквально на днях ученые я часто говорю на выступлениях то был раньше что самым эффективным способом хранения информации во вселенной является днк и компании вроде microsoft и на сегодняшний день уже работают над этой технологии готовят ее к масс-маркету то есть мы будем хранить наши фоточки на днк при том microsoft уже даже над поисковиком работает так вот альбом группы массив атак буквально недавно был зашифрован и расшифрован с днк да то есть не исключено что через какие-то 30 лет в наших плеерах наших телефонах или то что будет будут уже не чипы а будет днк идем дальше электромобили о которых я говорил в прошлом году с главной сценой ай форма и на которой большинство людей смотрели так это нишевая игрушка я даже чуть не подрался один раз главой одного из автопроизводителей в украине вот статистика норвегии по прошлому году 37 процентов продаж в европейской стране всех автомобилей это электромобили при том посмотрите на динамику nissan вырос на 61 процентов тесла выросла на 40 посмотрите на бмв посмотрите на тойоту посмотрите на mercedes падение от 13 до 45 процентов продаж мир начинает меняться мы не готовы к этому миру киберспорт который гремел на прошлом и форуме сегодня заменен блокчейном как главной трендовой темой киберспорт это что на что моя мама еще 20 лет назад смотрел бы как на ересь до играть в игры это привилегия играть в игры это не способ зарабатывания денег это не спорт это игры но на самом деле сегодня основные топовые игроки в доту в мире вот зарабатывают такие деньги по полтора по два миллиона долларов в год то есть мир меняется мой любимый слайд четыре фотографии кажется что это все фотографии на самом деле два скриншота внизу это скриншоты из компьютерных игр мы на первый взгляд уже перестаем отличать реальность от симуляции при том если вам кажется этот слайд странным где реальная где игра да вот присмотритесь странно да то есть на первый взгляд кажется либо оба играли баба реальность слева реальность справа игра идем дальше любимый crisis да вот по этим картинкам вообще не скажешь на первый взгляд что это не фотографии слева фотографии справа это скриншоты из компьютерной игры графика голливудская стоящая десятки миллионов долларов 10 лет назад фильм призрачный гонщик сейчас уже конкурирует можно за сейчас попробуем запустите это видео пожалуйста видео до кликните на него сейчас уже конкурирует с мобильным телефоном дата я своим пикселем снял просто у нас в офисе в режиме live без рендеринга без спецэффектов без ничего да то есть дополненная реальность уже начинает даже в этом смысле сносить крышу а 10 лет назад ее дел только голливуд только на пост продакшены и за очень большие деньги идем дальше о чем еще говорил этот человек этот человек говорил о том что виды некоторые конкурируют друг с другом у нас как у самого наверно важного биологического вида насколько мы знаем во вселенной впервые появилась конкуренция давайте посмотрим откуда она пришла here are some of the terrifying robots from boston dynamics просто посмотрите что делает этот робот и поднимите руку кто может делать то же самое может да вот это можем идем дальше по снегу ходить и так если выпили немного лишь робот и from the looks of it they're absolutely можете делать и вот любопытно что поменялось за прошлый год вряд ли большинство этого зала сделает вот это мы да вон один человек сделать причем ради интереса если будет пауза можно попросить сделать потом проверим поднимать ящики робот может поднять ящик тяжелее через какие-то 10 лет это будет основополагающей реальностью к сожалению ничто в нашей системе образования не готовит нас к этому миру вообще ничто мало того некоторые страны намеренно пытаются создать иллюзию того что робототехника находится гораздо на более ранней стадии чем казалось можно видео запустить это робот-чиновник из россии видели его послушать памяти которого бюджет ленинградской области на самом деле на самом деле к сожалению если вы спросите большинство представителей системы образования их представление робототехники на сегодняшний день такое при том что по хорошему мы входим уже в прямую конкуренцию как биологический вид идем дальше россияне на самом деле кстати делают много гадостям для системы образования для понимания инноваций видели как первый в россии почтовый дрон полетел да те кто не видел можно быстро это видео запустить это запуск дрона почты россии который преподавался через новости как победа над америкой как победа над кремниевой долиной да то есть почтовый дрон пока вы там своими масками хвастаетесь как тебе это илон маск это первый запуск торжественный который транслировался в том числе в прямом эфире по телевидению центральному в россии произошла небольшая неполадка так закончился первый и последний полет почтового дрона почты россии но не переживайте российские новости все еще можно все еще нам продолжают рассказывать то что российские инновации они рано или поздно захватят мир не смотрите новости ключевой месседж да но и не переживайте в одновременно россия будет продолжать разработку дронов бурятии до тех кто те кого и расстроил на самом деле вот все что вы видите по телевизору это не реальность реальность выглядит следующим образом мы не только конкурируем по своим физическим способностям с роботами мы начинаем подходить кто эре когда мы будем конкурировать по ментальным способностям тест айкью для виртуальных ассистентов за базу взят банальный тест айкью человека посмотрите на результаты при среднем уровне айкью 18-летнего человека 97 гугловский ассистент уже находится чуть ниже 6-летнего ребенка на уровне 47 при том если мы послушаем нашего друга льва толстого он же дарвин то скорость эволюции тоже важна посмотрите на скорость эволюции за два года до того как google добился результата 47 гугловский ассистент получил результат в таком же тесте 26 за два года мы практически увидели умножение на 2 в ментальной конкуренции с человеком если мы пойдем дальше то окажется что на самом деле с точки зрения доступа к знаниям техника давно превосходит человека кто из вас может по любому видеоклипу определить исполнителя при найти и процитировать текст песни этого исполнителя назвать альбом и подсказать где он продается здесь мы уже проиграли компьютером проблема в том только в том что искусственный интеллект еще не стал скайнетом да то есть мы не добились artificial general intelligence давайте послушаем как искусственный интеллект учится говорить можно подряд три аудио это говорит человек взято 3,7 секунды образца голоса человека искусственный интеллект начинает учиться слушайте плохо да через 100 повторений разных трехсекундных самплов искусственный интеллект говорит уже вот так на декабрь прошлого года большинство мировых изданий признала признала то что проект google brain добился точности воспроизведения речи искусственным интеллектом не отличимой от человека то есть наши конкуренты они потихоньку уже начинают учиться говорить давайте посмотрим не вошли ли мы по льву толстому столкновения видов влияют ли компьютеры с которыми мы конкурируем на нас могут ли эти технологии уже влиять на мир и готовит ли нас к этому система образования помните моего фейкового обама который я всегда показываю можно видео запустить we're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things so for instance they could have me say things like i don't know killmonger was right or ben carson is in the sunken place or how about this simply president trump is a total and complete dipshit now как вы понимаете барак обама этого не говорил да боюсь в нашей системе образования нету сейфгардов которые нам подскажут что делать вот с такими вещами а вы мы ведь заходим в мир фейкового контента вот эта песня которая исполняется живой группой человеческой написано на самом деле не человеком написано искусным интеллектом по креативности по возможности создавать искусство машины тоже начинают подбираться к нам идем дальше игры в играх мы давно проиграли скажи поднимите руку те кто могут довольно уверенно сказать что вы за четыре часа можете научиться играть в игру и победить топового игрока в мире у вас есть четыре часа игру которую вы вообще не знаете вряд ли такие люди вообще существуют альфа-зира у гугла сделал ровно то же самое за четыре часа не только система нейронок научилась играть шахматы но и выиграла у лучшего в мире на тот момент алгоритма stockfish идем дальше переводить мой любимый пример в этом сентябре опять в украине тысячи студентов пойдут на первый курс инвяза учиться переводить а давайте посмотрим может ли переводить компьютер с которым мы конкурируем мой любимый последний пример от понятно да то есть чем это заканчивается но заметьте разница с прошлым годом я сейчас вам показываю систему синхронного перевода она уже никого не удивляет вообще мой телефон это делает уже год и в принципе мы относимся к этому как данности но при этом студенты все еще идут в инъяс давайте посмотрим кто из вас в зале сможет дорисовать эту картинку и до какого качества вот сравните еще год назад лучший алгоритм в мире от компании adobe встроенный photoshop мог сделать вот это на сегодняшний день буквально месяц назад компания nvidia показала вот такой результат при помощи искусственного интеллекта вопрос раз мы говорим об образовании задача которого удержать нас на вершине вот этой пищевой цепочки кто из вас в зале может вот с той фотографии сделать такую не видя исходника да сразу отвечу на вопрос или вот такую да вот слева это вводные данные справа это результат следующий вариант любимый вопрос который задается всеми можно ли депикселировать картинку да то есть если вы что-то скрываете вот такой пикселяции можно ли вернуть назад это одна из самых сложных задач но она уже решаемая то что вы видите это результат опять же работы команды google brain к сожалению правда пока еще бывают вот такие варианты у них но даже по этой фотографии уже в принципе можно узнать человека задача нас в принципе узнать человека кто из вас в виртуальной реальности быстро за пару дней может научиться кунг-фу роботы это могут может ли наша система образования научить нас кунг-фу за два дня вряд ли роботы это могут и последний тренд который в принципе нашего льва толстого довольно сильно поддерживает его теориях у любой формы биологической жизни которая рассчитывает эволюционировать и конкурировать давал должна быть возможность воспроизводиться вот это начало терминатора google начал строить системы искусственного интеллекта которые производят другие системы искусственного интеллекта сами да то есть размножение в какой-то степени мы ответили на этот вопрос а вот здесь конкуренция становится довольно неприятной дело в том что в отличие от нас робот будет работать бесплатно даже в том случае если мы будем работать за еду может быть поэтому в мире сейчас основная тема в образовании это технологическая безработица по разным оценкам он говорит 47 процентов мировой банк говорит 36 по моему насколько я помню разные цифры я не согласен ни с одной этой цифры я считаю что все эти разговоры технологической безработицы они ведутся абсолютно неправильно объясню почему мир в котором мы привыкли жить это мир образца по-хорошему двадцатого века мир построенный вокруг эффективности масштаба и масштабирование эффективности раньше когда не было интернета не было возможности связаться с другой кон с другим концом мира и так далее и тому подобное мы строили компании таким образом чтобы деньги информация и бизнес-процессы в компаниях как можно дешевле как можно быстрее работали да мы шли за счет того чтобы срезать все расходы стандартизировать все да то есть мы строили конвейеры и вокруг этих конвейеров мы строили абсолютно все institutions по-русски учреждения церкви армия школы детские сады компании бизнес все построено по принципу экономики масштаба по принципу стандартизации а вот здесь начинаются интересные вещи в двадцать первом веке мы все еще работаем таким образом есть должностные инструкции для дизайнеров для музыкантов да вот я это это реально с хэдхантера дизайнер по должностной инструкции обязан поддерживать позитивный моральный климат в офисе и проявлять оптимизм вот подход двадцатого века мы все стандартизируем мы прописываем правила на все даже одна из топовых мировых компаний дошла до такого бреда над ней смеялись весь прошлый год они искали сотрудника с десятилетним минимум опытом блокчейне так построена экономика масштаба да так построена и масштабирование эффективности нужен сотрудник есть инструкция мы ведущая компания в мире мы не берем сотрудника у которых меньше десяти лет опыта естественно они не нашли поэтому я прихожу совсем другому выводу чем он и все другие учреждения я считаю что вопросах технологической безработицы если мы кардинально не изменим систему образования и подход от масштабирования эффективности к масштабированию знаний под угрозой находится сто процентов рабочих мест абсолютно все до единого которые построены по принципу стандартизации компьютер и робот выполнять стандартизированную задачу могут быстрее эффективнее и лучше человека но есть надежда посмотрите какая штука я прошу любого из вас зайти на детскую площадку и показать мне хотя бы одного ребенка у которого нет любознательности креативности критического мышления так что же происходит какой путь от ребенка вот к этому а путь называется школа путь называется школа потому что школа это такое же учреждение конвейерного типа масштабирующая эффективность которая к сожалению в двадцать первом веке не имеет никакого права на жизнь и не приносит хорошие результаты слушайте извините вопрос давать ли детям калькулятор посмотрите я нашел такой клип из японского шоу сколько посчитать это шесть или восемь без калькулятора кто считает что 6 8 радует запускайте видео это японское этого шоу вот результат системы образования двадцатого века без калькулятора нужно срочно посчитать понимаете да то есть принципе даже вот по таким простым выводам а будь у нее в руках телефон улетела бы она в бассейн вряд ли да то есть нам по хорошему придется подстраиваться под реальность посмотрите весь сегодняшний поток построен о том как в нашей системе высшего среднего и дошкольного образования внести вот эти вещи по оценке международного экономического форума вот топ 10 скиллов которые являются залогом успеха в двадцать первом веке критическое мышление креативность решение сложных задач people management до школы точно не готовят к этому большинство вузов не готовят к этому вот профессии и сферы как много вузов вы знаете которые готовят нас к будущему транспорта зайдите в киевский автодорожный да и спросите у них про систему автопилота про новое городское планирование а к нейрологии а как мы относимся креативным наукам мне мама всегда говорила если ты станешь музыкантом или киношником ты будешь играть в кабаках я получил просто на зло ей кинорежиссерский диплом и он мне гораздо полезнее на сегодняшний день чем мой второй диплом юридически закончим следующим вот залог успеха в двадцать первом веке фраза элвина тоффлера чтобы не быть безграмотным 21 веке нужно убить быстро учиться разучиваться и снова учиться к сожалению наша система образования построена только для того чтобы учить она не учит разучивать она не учит переучиваться и сегодня сегодня на этом потоке мы как раз поговорим о том как это изменить если мы оставим все как есть в самом лучшем варианте через десять лет мы получим вот такую картинку не через 100 через десять а в самом худшем ну вы знаете что сказал лев толстой спасибо большое